Всем доброе утро. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что минут 30-40 мы уложимся. Вряд ли больше. Вебинар будет записан. Сейчас я полистаю слайд. Здесь все это написано. Это презентация, которую Тренов Аудио показали где-то, наверное, три недели назад, как раз во время нашей последней писсии обучения Академия Custom Install. Немножко ребята мне поруинили мой запланированный на тогда точно такой же вебинар. Мне пришлось его перенести, потому что я хотел, скажем так, дождаться уже официального релиза, посмотреть, что это как-то на нашем офисном процессоре и уже сделать так, чтобы это можно было записать, вложить на YouTube, а потом тех, кто пропустит, отправлять, досматривать уже в офлайн. Значит, про что этот вебинар? У компании Тренов Аудио вышла новая прошивка. Прошивка, соответственно, версии 4.2.16.8. Хотя, мне кажется, она вполне достойна была там версии 4.3. Я не знаю, честно, как они маркируют. Ну, короче говоря, вот такая вот сложная у них история. Очень важная прошивка, на самом деле, которая, по большому счету, состоит из двух важных обновлений. Ну и, собственно, по очереди мы про них поговорим. Запись произошлется через какое-то время, не через 24 часа. Слайды эти рассылать я не буду, соответственно, как здесь написано. Вряд ли они будут интересны. Значит, вы все слушаете. Если будут вопросы, набивайте в окошке вопросы. И я, соответственно, почитаю, постараюсь читать и по ходу презентации как-то аккуратно отвечать. Значит, поехали. Соответственно, как я уже сказал, релиз прошивки 4.2.16.8 в основном состоит из двух больших обновлений. Это добавление четырех дополнительных каналов для процессоров Altitude 16, Altitude 32 и, соответственно, официальное включение поддержки IMAX Enhanced. Значит, как проапгрейдиться? И нужно ли вам апгрейдиться? Ну, во-первых, почему бы и нет? Я считаю, что это, во-первых, для вас, инсталляторов, отличный повод позвонить вашим старым клиентам и сказать, что, уважаемый Иван Иванович, вот для вашего процессора вышла новая прошивка. Совершенно бесплатно у вас будет плюс четыре канала. Неважно, нужны они вам сейчас или нет. Может быть, потом в будущем пригодятся или, мало ли, будете продавать процессор, пригодятся и так далее. Может быть, да продать туда еще пару сабвуферов или еще может быть там какое-то количество потолочных каналов или еще что-то. Ну, в общем, как бы на моей памяти, если честно, такие вот бесплатные обновления, когда процессор из 16-канального становится 20-канальным, честно говоря, были крайне редко, если были вообще. То есть, ну, вот прям я, честно, не припомню. Если что-то помнят, напишите, я с удовольствием это обсужу. Так, значит, как проверить? То есть, все очень просто, соответственно, включу на секундочку показ экрана своего. То есть, ну, либо вы можете позвонить мне, соответственно, написать и сказать серийный номер аппарата, и он включен, и я могу зайти посмотреть, нужно ли это. Если, соответственно, нет, то... Так, вы видите сейчас интерфейс Altitude 16-го с номером 100 на экране? Напишите, пожалуйста, что не дури. Нужно зайти вот здесь вниз в вкладку Info, во вкладочку Updates и, соответственно, нажать Check for Updates. Если ваш аппарат подключен к интернету правильно, никакие порты не заболочены, ненужные и ненужные, либо он напишет вот такое сообщение, что ваша система работает под управлением наиболее последней версии, но это вряд ли, потому что за последнее время всего пять аппаратов обновилось, там почти двух сотен проданных в России, либо, соответственно, она напишет, что можно обновиться. Для обновления, соответственно, нужно написать мне номер аппарата, его модель и сказать, что он будет в сети там тогда-то, в идеале прямо сейчас, и в течение 15 минут, собственно, это все обновляется. То есть первая неделя обновление было довольно сложное, там куча народ обновлялась, сервера были заняты, сейчас все спокойно происходит. Так, возвращаемся к презентации, потом еще немножко продолжим с показом экрана. Так, значит, что еще? Теперь, собственно, давайте поговорим про то, из чего эта прошивка состоит и зачем она нужна. Значит, как вы все, я надеюсь, знаете, модельный ряд тренов с точки зрения процессоров для домашнего кинотеатра состоит из двух моделей. Это Altitude 16 на жесткие 16 каналов и Altitude 32, которые бывают в версиях на 8, 16, 24, 32 и даже 48 каналов. Соответственно, с этой прошивкой добавляется плюс 4 канала к всем процессорам. Единственный момент, что они чуть-чуть по-разному, соответственно, получаются. В силу того, что на 16 Altitude, например, есть 16 XLR и больше их физически добавить нельзя. И даже аналоговых выходов у него других нет, даже Single Ended, а ниже RCA. Они реализовали, соответственно, все это дело через оптический коаксиальный выход. Ну, то есть, глобально это реализовано, что это дает. То есть, плюс 4 канала вы можете использовать как хотите. То есть, изначально была речь о добавлении всего лишь басовых каналов. То есть, будет плюс 4, но эти 4 вы можете использовать только для сабвуферов. Используя, соответственно, основные каналы для, точнее так, нагружая основные каналы на основные выходы процессора. Сейчас, в принципе, можно делать все, что угодно. То есть, вы можете идти вплоть до, там, 11, 4, 5. Ну, 5 в данном случае. Это, там, один канал Голос Бога. Или 9, 4, 4. Либо 11, даже 4, 4. Я думаю, можно сделать. Все это будет работать без проблем. То есть, пожалуйста, хотите использовать как сурраунды, хотите использовать как биампинг фронтальных колонок, не проблема. Вот. Значит, соответственно, следующая история, которая произошла буквально недавно, поэтому, собственно, произошла задержка с выпуском и с этим вебинаром, который вы сейчас слушаете. Изначально планировалось снять все четыре канала с того же 16-го альтитюда по оптике с помощью протокола АДАТ. Это относительно новый протокол. Он, в отличие от Таслинка, может быть до 8 каналов. С него можно снимать с дискретностью, там, по-моему, 48, но если меньше каналов, то вплоть до 96. Но в процессе, соответственно, тестирование выяснилось, что текущие АДАТ-конверторы, они не очень хорошо работают с автоматическим изменением частоты самплирования, подвисают щелчки и прочее, прочее. И это, как бы, ну, не очень стабильная, надежная работа. Вот. Вместо этого было решено в 16-м альтитюде использовать оптический выход и коаксиальный выход. То есть, это два цифровых выхода. Каждый по стерео. Ну и, соответственно, они позволяют использовать большее количество ЦАПов. Ну, то есть, количество, скажем так, приборов, которые вы можете использовать, оно просто в сотни раз больше автоматически становится. Потому что с АДАТом ЦАПов на рынке я нашел, ну, буквально пяток. Может быть, я не сильно искал, но буквально пяток. При этом самый дешевый Беринджер стоил, по-моему, в рознице 19 тысяч рублей. ЦАП со спидифа либо с оптики на аналог, ну, самый простой, там, типа FIO, он стоит, по-моему, 100 долларов. То есть, и это маленькая коробочка, а не здоровая рыковая железяка. Ну, в любом случае, выбор за вами. Тот же Беринджер, который мы купили, я уже расстроился, что мы не будем его использовать. Он имеет обычный ТОС-Линьковский оптический вход и, соответственно, он будет использован у нас в демо, как вот, образец, как можно, допустим, для сабов снять с оптики, да. И у него балансные выходы, а не сингл-эдбит. Но, тем не менее, то есть, как бы глобально я считаю, что это неплохо и нехорошо. Это, в принципе, нормально. То есть, у вас есть два дополнительных выхода, которые нужно сконвертировать в аналог. Это оптика и коаксиал. То есть, как вы это сделаете, это ваша история. Но это совершенно точно более надежный, более проверенный годами способ конвертации, чем Мадат. Соответственно, как это все делается в процессе настройки, да. То есть, если вы настраиваете новый аппарат, то, наверное, имеет смысл... Ну, и не очень хотите, как бы, погружаться во всю эту историю и идти через автоматический мастер настройки, где, соответственно, там нужно включить это все вот так, как показано на картинке. И, соответственно, у вас появится дополнительное количество каналов. Вот как вот здесь вот. Давайте переключусь снова на экран. Покажу, как это выглядит у нас. То есть, если вы, например, зайдете в стандартную вкладку с каналами, то количество каналов у вас... Давайте сейчас сделаем совсем правильно. Вот так вот. То есть, вот, соответственно, я сделал схему 9.2.6. Это, соответственно, уже 17 каналов. И вот у меня появился 17-й сабвуфер. И здесь, соответственно, я могу выбирать, какой из 20 выходов ему назначить. То есть, глобально ничего не меняется. То есть, когда вы правильно назначите все выходы на страничке с конфигурацией входов-выходов, у вас просто здесь появятся, соответственно, вот эти дополнительные штуки. И, в принципе, все 20 каналов вы можете использовать как хотите. Хотите, это может быть сабвуфер. Хотите, это может быть, соответственно, какой-то сурраунд. То есть, никакого ограничения совершенно по использованию каналов нет. Так, давайте вернемся к презентации. Так, ну и, соответственно, да, здесь нужно напомнить, что если вы используете уже текущую конфигурацию с нужным количеством каналов, допустим, там, с 15 вы хотите добавить еще два канала, то как только вы добавите каналы, вся ваша история с калибровкой слетит. То есть, будьте готовы, что при добавлении какого-то количества каналов, не важно, что это сабвуферы либо колонки, но физических, да, то есть, либо даже логическом, то есть, ну, нужно либо записать эту историю, если вы хотите поиграться просто в отдельную ячейку, да, либо, соответственно, быть готовым, что придется перекалибровывать, когда вы закончите эти эксперименты. Так, есть вопрос от Александра Щедрова. Почему сразу нельзя было аналоговый выход поставить? Потому что изначально это был 16-канальный процессор, у него было 16 аналоговых выходов и, собственно, вот это было готовое изделие в течение двух лет. Теперь Тренов в качестве, ну, бесплатного апдейта добавил 4 канала для тех, кому надо. Переделать плату невозможно. Возможно, будет какой-то новый процессор, пройдет 20 через какое-то время, я не знаю. Сейчас это фактически бесплатно 20-канальный процессор, который все время был 16-канальным. То есть, за те же деньги плюс 4 канала. Я считаю, это очень круто. Так, дальше. Значит, вот так вот, собственно, выбираются вот эти выходы, которые нам нужны. То есть, если вы будете использовать какие-то из этих выходов, то обязательно нужно зайти еще, кроме всего прочего, в настройку странички входов-выходов, как я говорил. То есть, вот здесь вот вам нужно выбрать... То есть, вы должны выбрать здесь по умолчанию вот этот вот аналог экстеншн. И тогда у вас, соответственно, будет использоваться все 20 каналов. Но это, я думаю, что в процессе настройки мы это все дело потестируем, проверим. И у меня уже будет готовый ответ, если у вас что-то не будет работать. То есть, глобально с точки зрения коммутации ничего у вас не меняется. Настройки все, соответственно, потом можно будет на лету посмотреть. Да, то есть, здесь четко нужно понимать, что 17-й, 18-й выход – это коаксиальный, 19-й, 20-й ТОС-линк. Ну, то есть, физически, да. То есть, вот так вот это все будет работать. Вот, значит, не забывайте нажимать «Save», когда вы делаете какие-то изменения, иначе они у вас не сохранятся. И теперь, собственно, с 16-м мы разобрались. С 32-м ситуация чуть-чуть другая. Она, с одной стороны, проще, с другой стороны, хуже. То есть, у 32-го есть на DB25 разъеме выход до ЕС ЕБУ. И вы, соответственно, снимать будете в случае «Альтитюда» 32-го на 16 каналов, например, эти дополнительные 4 канала через ЕС ЕБУ. Ну, или, соответственно, в случае, там, не знаю, 8-канального или 24-канального. То есть, вот здесь вот расписано, как это все будет работать в случае с этими процессорами. То есть, как бы, вся линейка теперь стройная, понятная, поехала. То есть, у нас 16-й «Альтитюд» на 20 каналов, 8-канальный «Альтитюд» 32 на 12, ну и так далее, короче говоря. Вот это важная история, которую тоже нужно понимать. Значит, смотрите. Если мы включаем эту опцию дополнительных 4-х каналов на 32-м «Альтитюде», который, в принципе, до этого жил в формате 192 кГц. И на ЕС ЕБУ, соответственно, он мог отдавать эти 192 кГц, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь. Но в данном случае они ее понижают до 96-ти, потому что для кино этого более чем достаточно все равно. Дополнительные 4 канала все-таки нагружают процессор. И для того, чтобы точно все было нормально, они понизили сэмплинг рейт. В случае с 16-м «Альтитюдом» ничего не меняется, потому что он и так жил в 96 кГц. Почему это не важно для кино? Потому что подавляющее большинство саундтреков и объектов к ним и так далее, ну, за исключением концертов на каких-то там аудио-блюреях, так вот, все кино записано в 48 кГц. И никаких там нет потребностей больше, чем эти 48, а то и 96. Так. Значит, дальше. Что у вас может быть в процессе подключения и так далее? То есть, вы можете столкнуться с тем, что у вас нет звука. В этом случае посмотрите, пожалуйста, что ваш ЦАП поддерживает эти 96 на 24. Проверьте, чтобы клок был синхронизирован и прочее, прочее, прочее. Да, то есть, вот эти все вещи, ну, то есть, нужно понимать. То есть, вот тот же самый FIO, я что-то боюсь на самом деле, его нужно проверять, потому что этот FIO D04, я очень часто его использовал, когда делал какие-то инсталляции своих в качестве ЦАПа с телевизора, чтобы оптику снять, конвертировать в аналог. Может быть, он только до 48 поддерживает. Надо смотреть. То есть, вот с ЦАПом единственное требование, чтобы он поддерживал 9624. Так. Дальше. Значит, если вдруг у вас 32-й артитюд на 16 каналов, например, и выше, и он использует АЕСовские ауты все. Ну, то есть, например, у вас там какая-то серьезная система с цифровыми усилителями. Например, вот у Антона Заднепряного стоит Алконс. Там усилители и входы АЕСовские. Раз-раз. Слышно меня? Вроде слышно. Так вот, если у вас АЕСовских выходов 16 штук и все они задействованы, то 4 канала дополнительных вы не получите. Это единственное исключение по этой плюс 4 опции. Ну, вот, собственно, вот так. Как они это решат, я не знаю. Я надеюсь, что рано или поздно они это решат через АЕС-67, который, в общем-то, давно уже обещается. И вот там этих ограничений не будет. И никаких там проблем с выходными разъемами не будет. Все будет сниматься по АЕСу и через Ethernet отдаваться на усилитель. Это будет очень круто. Так. Дальше. Теперь про IMAX. Что это такое? Нафига это нужно? И стоит ли вообще об этом упоминать? Ну, в принципе, на самом деле, в России, как обычно, это, конечно, меньшая часть популярности у IMAX, чем в Штатах, например. Но, тем не менее, IMAX довольно узнаваемый бренд на рынке России. И, ну, честно, даже не знаю, на самом деле, кто из наших стриминговых сервисов его будет поддерживать первый. Но, вроде как, вроде как, Disney Plus там уже кучу тайтлов, соответственно, собирается релизить и прочее, прочее. Не знаю, чем все закончится через год-два непонятно. Но вы можете быть первым, кто пойдет к клиенту и скажет, вот, IMAX Enhanced, бла-бла-бла, все такое. Ну, суть какая. Тренов это аудиопроцессор, видео он не трогает. Соответственно, по аудио части у IMAX Enhanced чуть-чуть другой подход к звуковой дорожке. Соответственно, у них формат, насколько я помню и знаю, это 12.0. То есть, у них нет отдельного выделенного LFE канала в дорожке. Это все отправляется на большие колонки, откуда как бы часть, чем может быть срезанная, отправленная на сабвуферы. То есть, в случае с IMAX Enhanced очень важную роль приобретает хороший продвинутый бас-менеджмент. Когда вы с любой колонки на любой сабвуфер можете отправить с нужной частотой среза и с нужными кривыми то количество баса, которое эта колонка не вывозит, например. Ну и, в общем-то, Trinov поддерживает IMAX Enhanced. Единственное, на рынке с поддержкой до 30 дискретных каналов. Это часть IMAX Enhanced. Та часть, которая, собственно, в IMAX отвечает за звук. Это DTS. И это, собственно, DTS-овский Neural X-Up Mixer. То есть, эта вся история полностью поддерживается процессорами Trinov теперь. Вот, соответственно, там в закладочке DTS добавились там нужные кнопочки всякие. Там они могут быть автоматическими, либо их можно выключать. То есть, там все это автоматически определяется, переключается, как нужно, соответственно, настраивается. Ну и, соответственно, единственное, что они не стали делать, они не стали реализовывать технологию Trubus. Потому что Trubus это технология от DTS, которая предназначена для маленьких колонок. То есть, это такой, типа, канал огромного количества там всяких Sony Megabast и прочее, прочее. Когда, ну, скажем так, с большими искажениями на маленький драйвер загоняются низкие частоты, чтобы хоть как-то что-то там бухало. Здесь это не требуется, потому что Trinov все-таки подразумевает какую-то серьезную систему многоканального звука. Так, собственно, на этом, пожалуй, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...